В зале присутствовали представители Министерства науки, молодежной политики Кубани, сотрудники Института развития образования Край, руководители детских садов и методисты. Первоочередной задачей для сотрудников пока еще остается ликвидация очереди в дошкольные учреждения. Сегодня путевки в детские сады ждут 125 тысяч кубанских детей. Из них сочинцы в возрасте от 3 до 7 лет только 1300 человек. Но уже этим летом им будут предоставлены путевки. На совещании обсудили еще один актуальный вопрос. Это работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас проводится работа по открытию консультационных центров. И к 1 сентября их в Край должно быть не меньше 445. Мы создали более 55 тысяч новых мест. Теперь имеющие места необходимо заполнить качественным содержанием, соответствующим стандарту дошкольного образования. Для обеспечения стандарта у нас с вами в регионе, как и в других регионах Российской Федерации, согласно федеральному плану, был план внедрения стандарта дошкольного образования. Этот план нами выполнен, но мы не останавливаемся на этом. В Сочи, городе с полумиллионным населением, живет более 40 тысяч детей дошкольного возраста. На курорте работают 76 дошкольных образовательных организаций. В 22 школах и 3 учреждениях доп. образования организованы специальные группы временного пребывания. Регулярно педагоги посещают профильные тренинги и повышают свою квалификацию. В городе ежегодно проводится конкурс инновационных программ. Мы рады, что к нам сегодня приехали 230 коллег из 10 муниципалитетов. Мы покажем, как мы занимаемся этой работой, познакомим с нашим новым детским садом, который был построен по программе развития образования Краснодарского края. Я думаю, что коллеги почерпнут много интересного. Основная тема – реализация регионального компонента в образовательных организациях. Взрослые рассуждали, как же воспитать из маленького человека счастливого и разностороннего гражданина. Анализ действующих программ выявил, что в большинстве детских садов знакомство юных кубанцев с малой родиной происходит не в комплексе, а разрозненно. Где-то упор делают на изучение традиций кубанского казачества, где-то ограничиваются изучением кубанских промыслов. Таким образом, у детей отсутствует целостное представление о родном крае. Ясно-выполагающее направление в работе по ознакомлению дошкольников социальной действительностью и социальному воспитанию несомненно является региональный компонент. Участники посетили два сочинских детских сада номер 84 и 127. На их базе работали секции, где был представлен опыт работы по реализации регионального компонента педагогов из Краснодара, Новороссийска, Армавира и Усть-Лабинского района. Профессионалы смогли поделиться своими методиками, внести предложения и перенять опыт коллег, например, по созданию музеев и патриотических уголков. В городе Сочи реализуются ряд программ с региональным компонентом. Это юный колок Кубани, ранняя туристская подготовка, сочевидение для малышей, казачата и олимпийское наследие. Эти программы имеют очень такой эффект положительный. По итогам совещания было принято решение создать единую модульную региональную программу. Она будет учитывать всё многообразие многонационального Краснодарского края. Со временем её внедрят во всех детских садах региона. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».